друзья всем доброе доброе утро начался новый день новые дела конечно новые заботы у меня обход огорода как всегда с утра хожу кур кормлю а потом по огороду пройдусь посмотрю что у меня тут выросла новая а может быть и не выросла не зашло и вот меня в этот утро привлекли внимание мои лили смотрите какие они они прям ночью растут большие крупные становятся птички поют мой ревень вырос уже с меня ростом а там дальше смотрим слова уже работает слова привет привет всем подойдем поближе друзья прошло два дня как слова делал вот это вот заливал вот это вот все два дня прошло теперь он снимает опалубку на всю эту конструкцию ушло почти два с половиной где-то мешка цемента конечно 7 дней держать опалубку 7 дней держать но нам нет сбоку землей засыплю мы будем с ней очень осторожно обходиться поэтому мы ее не сломаем а ему опалубка просто нужна для продолжения работы поэтому снимает решил через двое суток снять кстати цемент стали выпускать в мешках по 40 килограмм говорят что по 50 плохо берут сейчас если уже по 50 есть по 50 а 50 килограмм 570 рублей цемент стоит вот вот такие вот грядки у нас грядка будет и тропинка тропинка еще предстоит дальше делать а тут еще работа много работ конечно много вот здесь вот полукруг закругление получается и дальше пойдет чтобы на тележке можно было поворачивать вот это вот проход дорожка размер такой чтобы на тележке можно было возить вот в эту компостную кучу все отходы по огороду вот такой размер дорожки у нас должен быть картошка растет зашла уже хорошенькая снимает опалубку все пригодится вторую сторону заливать надо будет и дальше работать надо будет у нас тепло видите мы футболках розетки из работы на палубку сбивалась старых досок которые тоже служили нам опалубкой несколько лет назад пока бетономешалка здесь стоит и ящик еще пригодится нам все в общем слава будет работать дальше я же пойду в сарай пройдусь сам но идет сильвестер впереди меня идет ждет когда я дойду мяу мяу вот так расцвели мои вот эти сиреневые цветочки название не помню я их кстати не пропалывала еще надо будет заняться этим делом а белые цветы арабески уже отцвели ведь их срезала цветоносы срезала ну кое-где цветочки новые распустились капуста я же пришла в сарай показать вам наших цыпляток как они выглядят сегодня уже у них первых хвостики отрасли вот курочка зовет их к себе кушать хорошо пьют тоже водички много пьют вот обирается цветончик все же взрослые куры у нас в вольере гуляют и под сараем там находятся в общем на свежем воздухе петрович поет песни очень часто даже если я снимаю дома видео иногда вы слышите иногда его соло он так громко поет что и дома слышно а тут кто у нас замаскировался глазки прищурил кисуля наш мне так и хочется ее кошечкой назвать его а это он какую-то птичку поймал видно ночью вчера я видела перья серые где крыжовник там растет у нас там перья видела на птиц реагирует вот сколько секунд прошло сколько петух прокукарекал раз это просто прям бесполезно бесконечный артист у нас певец а вот и теперь если для преступления нашего сильвестера видите серые перышки даже не знаю чьи это могут быть какой птички у нас здесь много птиц летает троич поет солирует нам все время не забудки все еще цветут около вот этого большого куста крыжовника я вам сейчас покажу какие ягодки на нем завязались вот посмотрите же крыжовник завязался ягодки уже с ноготок на мизинчике такие на винограде тоже грозди уже появились стали видны а котик снова здесь вот как он катается котик каток черный бачок ой акробат прям настоящий вот куском земли играет смотрите лапками сильвестр вкусно что ли пахнет вот так вот сейчас выглядит хоризонтемка которую мы пересадили с теплицы теплицы она зимовала ну и рядом с ней такие цветочки их вообще-то на горочку надо сажать они по земле рядом с землей прям растут невысокие такие но цветут у нас вообще я хочу конечно пойти домой хочу поставить тесто и испечь вместе с вами пам пушки пойдемте но еще раз всем добрый день желаю хорошего дня хорошего настроения и вместе со мной давайте испечем пампушки я уже как-то показывала на канале кстати про пампушки очень много просмотров а составляющие здесь очень простые очень легко их делать кто не пробовал попробуйте даже мне написала один раз девочка какая-то написала что ей 14 лет она пекла по моим рецептам у нее очень хорошо все получилось и ее бабушка дедушка и родственники все хвалят так что будущая хозяюшка надеюсь хороший растет смотрите что мне понадобится растительное масло несколько ложек соль чуть-чуть сахара чуть-чуть стакан воды теплых градусов 50 дрожжи я сегодня буду использовать сухие если маленький пакетик там 10 грамм полностью нужно ну и конечно же муки три стакана стакана у меня совершенно одинаковые вот эти граненые стаканы по 250 миллилитров теплая вода выливаю сюда теплой воды в мисочку кладу сюда соль ну можно сказать что чайную ложку вот столовую ложку сахар и не говорите что это много это очень хорошо в самый раз 3 столовые ложки масла растительного не удивляйтесь что все сразу идет в миску все сразу смешивается не не стоим не ждем когда наши дрожжи разойдутся вот так можно помешать ну и три стакана сейчас буду муки добавлять муку я уже просеяла насыпаю стакан ложкой так мне удобнее не взвешиваю ничего но такой рецепт если кто-то любит в граммах значит найдите другой рецепт себе в граммах все хорошо перемешиваю вымешиваю пока ложкой вся мука должна вмешаться в тесто смотрите какое у меня тесто получается всего здесь достаточно сейчас выложу на стол и продолжу вымешивать на столе так теперь вымешиваю на столе тесто небольшая порция но кто уже такие помпушки попробовал те могут сразу двойную делать потому что они все 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 съедаются ничего от них не остается подбираю всю муку и вымешиваю тесто оно уже к рукам не липнет но оно еще не вымешано так тесто я вымесила вот такое оно у меня получилось не забитое мягкое очень на стол чуть-чуть масла наливаю и в миску тоже масло налила в миске все бока и донышко промасливаю сюда буду выкладывать тесто на расстойку здесь же на столе тесто обмакну масло и после этого положу в миску со стола нужно все масло собрать ну я его тут немножко положила налила чуть-чуть и накрываю полотенцем накрываю полотенцем и ждем пока тесто подойдет обычно на это хватает минут 40 час но смотря какая у вас температура в комнате а я же пойду в огород нарву немножко укропа мне для поливки на эти пампушки потребуется укроп чеснок пока мое тесто будет подходить мы приготовим заливку пампушки будем заливать очень хороший ароматный душистый вкусный соблазняющий заливкой я режу укропчик в рецепте написано пол пучка как хотите по желанию укроп хороший сочный молодой очень нравится мне работать этими ножами если кто-то захочет приобрести я вам просто советую такие ножи приобрести так я уже подготовила пиалушку куда я буду все это складывать я укроп сюда всыпаю я приготовила пару зубчиков чеснока хотя можно и три но у меня два от которые покрупнее пропускаю чеснок через пресс выливаю сюда 50 миллилитров воды сыплю сюда почти чайную ложку без верха видите соль кто-то говорит что это много нет это в самый раз и вливаю две столовые ложки растительного масла все это хорошо перемешать и заливка наша можно сказать готова смотрим тесто должно уже подойти подошло теперь я его выкладываю на стол вот такое оно хорошее чуть чуть присыпаю стол мукой и тесто чуть чуть сверху и немножко его обомну выпущу с него воздух сразу же раскатываю жгутик вот такой жгутик у меня получился теперь делю его на кусочки такие кусочки небольшие ну чтобы скатать шарик он был похож размером на грецкий орешек вот такой буду укладывать шарики на такую сковородку вот так вот у меня получилось полностью на целую сковородку сейчас накрою полотенцем поставлю чтобы они немножко подошли так посмотрим как мои будущие помпушечки подошли очень хорошо увеличились в размере духовка уже прогрета ставлю на выпечку в духовку печься они будут недолго потому что они небольшого размера помпушки мои готовы пеклись они ровно 30 минут можно определить по звуку что они готовы так так же и хлеб определяют слышите звук как будто барабан ну а теперь прямо в сковородке почему я решила печь в такой сковородке потому что эта сковородка очень старая маминой мама еще моей бабушки и она выдержала уже столько много всего и очень хорошо печет и пропекает хорошо и чистится самое главное хорошо современные сковородки очень нежные там надо не металлом ничем не ложкой не вилкой не ножом только пластиковой или деревянной лопаточкой там все это делать очень осторожно аккуратно и все равно она потом два три года и наверное пропадает вся поверхность на ней исчезает у меня есть такие сковородки не одна но вот люблю я пользоваться вот такой вот бабушкиной у меня их две одна вот эта пониже я в ней иногда блины пеку а другая высокая это высота у сковородки у другой сантиметров пять или шесть в той хорошо беляшки печь ну вот я уже приготовила заправку сейчас пока горячие мои помпушки я поливаю вот этой масляной чесночной заправочкой а здесь шуршит прольется эта заправка между соединительными вот этими швами всех помпушечек будут они ароматные все захотят их сразу кушать даже просто почуяв их запах сейчас кто-нибудь ко мне прибежит если даже вот эта чесночная заливка попадет на сковородку это не страшно она хорошо отмывается вот так как раз всего хватило так что кто не пробовал еще печь такие помпушки себе обязательно испеките хотя бы вот выходной день скоро будет четвертого числа будет троица испеките себе на троицу помпушечки сварите борща вкусного наваристого и все будут очень очень довольны посмотрите друзья как все же эти помпушечки очень хорошо выглядят ну вот так вот они у меня получились сковородка еще горячая поэтому не особо хочу трогать ее сейчас дам чуть-чуть остыть и отломлю вам кусочек одну помпушечку две три сколько хотите я вас угощаю давайте вместе с вами посмотрим обратную сторону как у нас тут все выглядит хорошо ой вот так видно сейчас отломлю и покажу отломлю чуть-чуть они уже присыли горячие вот какие они хорошенькие вот так вот это поближе выглядит смотрите какие они хорошенькие вот такая задняя стеночка изнаночная та которая была внизу ну вот друзья вместе с вами испекла помпушечки очень-очень вкусные очень-очень ароматные попробуйте пожалуйста попробуйте и может быть это станет вашим любимым рецептом на выходной день их можно и к чаю кто-то солененько любит к чаю творожную выпечку бывает соленую делаю и очень нравится тоже к чаю не только сладкое вот сейчас я разломлю вот сейчас я буду кушать до новых встреч всего вам доброго пока будьте здоровы до новых встреч до новых встреч до новых встреч